Сергей Ильич, вы слышите? Я хотел сказать так, мы спланировали. Мы планировали, так и идёт. Сейчас выступает Наталья Евгеньевна целая ничем. Вот так идёт. Мы так не планировали. Мы так планировали. Мы именно так планировали. А потом Сергей Колькович. Скажите, нам здесь всем остальным надо присутствовать? Задать вопросы. Да. Или мы будем вас слушать? Задать вопросы ещё, которые есть. А некоторые, если есть вопросы. И потом выступили. Извините, у нас разные видения. Понимаете? Если вам хочется выступить, я не против. Сергей Ильич, я разве сказал, что я хочу выступить? Нет. А вы не сказали, что раз за столом засадишь, лучше подсказывать соседу. А он тебя. Уважаемый товарищ. Пожалуйста, я сейчас, Лариса Николаевна, выступила с докладом. Сергей Ильич, мы найдём сейчас общий язык. Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста. Мы изначально договорились о том, что для нас не важно, что и как сделать он с жилком. Главное, найти выход с той ситуации, которая здесь сложилась. Здесь присутствуют, я же не стал перечислять, руководители департаментов городского совета, руководители служб, директора предприятий. Поэтому, депутаты городского совета здесь присутствуют. Вы можете не перебивать, я же вас не перебиваю. Вы предложили сейчас, вы очень грамотно, хорошо сказали. Нет возражений послушать сейчас следующую. Пойдем, а дальше потихонечку пойдём. Нет возражений, только просьба большая. Нет, пожалуйста. Секунду, пожалуйста. У вас другие мнения? Нет. Так вот, я попрошу, если сейчас дальше у нас круглый стол пойдёт в репликах и будут меня перебивать, я буду вынужден к вам обратиться, закрыть круглый стол и собраться ещё раз, тогда, когда у нас будет время. Потому что все должны уважать друг друга. Вы предложили выступить нехорошо. Предложили сейчас, пожалуйста, вам слово. Я предлагаю такой компромиссный вариант. Я своё выступление сформулирую в виде вопросов, то есть ответы на которые мы не нашли в вашей деятельности, в вашем отчёте. И не нашли, по крайней мере, в той программе, которую мы видим перед собой. Я надеюсь, что мы получим к концу этого круглого стола ответы на эти вопросы. Сейчас или позже соберёмся ещё раз. Ради Бога. Пожалуйста. То есть наша задача задать вопрос и сформулировать эту проблему и в дальнейшем её уже обсудить. Если можно, тогда сидя, мы всё-таки находимся на равном уровне сейчас. Круглый стол в этом плане. Поэтому я думаю, это будет удобнее и чисто консистентнее. Я думаю, будет правильнее. Так вот, когда наши правозащитники, общественность начала анализировать эту программу, мы первый вопрос себе задали. А чем, собственно, та программа, которая принята, лучше того, что было? Вот чем это лучше? То есть из тех цифр, которые прозвучали, мы не увидели сопоставления того, что было и того, что сейчас. То есть в чём улучшилось положение жителей города? Не положение предприятий, да, то есть не положение подрядчиков, а вот именно положение жителей города. В чём лучше их стали обслуживать? Скажите, пожалуйста, в каком процентном соотношении, да, то есть улучшилось качество таких услуг? Подождите, я скажу всё, что нас не устраивает, или в чём мы видим проблему. А в дальнейшем, я думаю, человек может ответить в своём выступлении. Я думаю, так будет правильнее, чтобы мы не срывались. Дальше мы посмотрели договор, который заключал горысполком на предоставление услуг центра жилкома. Что мы там видим? Количество услуг, какое там было? 17 услуг. В итоге мы видим, что тариф рассчитан на 9 услуг, да, и предоставляется 9 услуг. Что это означает? Это означает, что уже за счёт этого в полном объёме не может предоставляться качественное обслуживание жилого фонда в том объёме услуг, который определён сейчас. При этом, получается, в чём улучшение качества? Мы не видим, в чём улучшение этого качества. Я объясню, почему. У нас сейчас есть ряд временальных проваджений, ещё по старым, по деятельности старых предприятий, которые обслуживали жилой фонд. То есть там ставился вопрос следующим образом. То есть людям приходят платёжки, люди оплачивают, выясняется, что де-факто и де-юра отличается. То есть большую часть услуг, которые якобы декларируются в рамках тарифа, люди не получают. Это связано с уборкой придомовой территории, обслуживанием внутри буденковых систем и ещё там с другими услугами, которые предоставляются. То есть, естественно, люди возмущаются и говорят, почему мы должны платить за то, что мы не видим, мы не получаем. Дальше. Сейчас у нас, если мы говорим о программе «Моя домивка», то есть что нас больше всего возмутило? Что программа называется «Моя домивка», но вот нам непонятно, каким образом люди, то есть жители города, со собственниками на квартирных жилых домах, сейчас де-юры, те, кто приватизировал, они стали со собственниками, каким образом они приняли участие в этой программе? То есть такое впечатление, что их с уровня субъекта отношений в этой сфере перевели в уровень просто объекта, в отношении которых там предоставляются какие-то блага и так далее. То есть нас это, мягко говоря, возмутило. Дальше. Вот по отношению средств очень много говорилось, что где же нам взять средства на услышание жилого фонда? Мы сейчас сделали ряд забросов в горосполком и намерены довести этот вопрос до конца, выяснить эти аспекты финансирования. Так вот, по предварительным данным, до того, как мы делали эти запросы, нам известно, что ЛКТ за каждый подъезд платит в месяц порядка полутора тысяч гривен. Горосполком, скажите, пожалуйста, почему эти средства, которые являются, по сути, средствами жителей, со собственниками квартирного жилого фонда, не возвращаются на ремонт этого жилого фонда и не участвуют эти средства в обслуживании этого жилого фонда? Почему ставятся вопросы о том, что, видите ли, нету средств? А извините, а куда эти средства деваются? Почему эти средства по целевому назначению возвращаются людям? То есть люди, естественно, возмущены, что их не считают субъектами этих отношений, что эти средства, которые должны по закону, по сути, быть их средствами, раз и признаются собственниками жилого фонда, то логично было бы эти средства вернуть людям хотя бы в виде ремонта, перечислили бы на тот же счет МКП, да, то есть и эти средства в таком случае уже по целевому назначению пошли бы на ремонт. Однако эти средства куда-то исчезают. Мы сейчас детально интересуемся, куда эти средства исчезают и почему люди их не получают назад. Эта тема очень серьезная, потому что это имеет место уже на протяжении ряда лет. То есть действительно все заинтересованы, исполнители услуги узнать, и жители заинтересованы узнать, и мы как общественно заинтересованы. Так, хорошо, я рада, что вы услышали. Дальше идем по программе. Первый пункт называется демонфанализация, это развито конкурентного средовища. И что мы видим? Первым пунктом создание управляющей компании. То есть создается единая, по сути, монопольно действующая такая компания. То есть в чем здесь демонфанализация, нам, честно сказать, непонятно. И каким образом здесь развивается конкурентная среда, нам тоже непонятно. И почему, скажите, пожалуйста, со собственниками, которых привлекают капитальное участие в капитальных билетах... Уважаемый товарищ, давайте обратимся к какому-то регламенту. Почему? Потому что я сейчас боюсь одного. Вы простите меня. Все вопросы, которые еще не будут забыть, правильные. Я уже заканчиваю. Я не за то. Просто будут и дальше, Армитрий. Вы даете вопрос, комментарий и так далее. Дело в том, что тот, кто хочет, ответит, и должен вам будет ответить. Значит, невозможно будет определить, на какой вопрос. Вот оно все вот так вот будет пакетом. Поэтому просьба большая. Задали вопрос, короткий комментарий и дальше. Если хотите выступить, секундочку, давайте так, по регламенту не больше трех минут на вопросы. Я просто хочу сказать, это наш руководитель правозащитной группы, которая обладает обширнейшей доставленной информацией. Если она использует регламенты 4 минуты, мы ей отдадим свое. Но чтобы человек должен... Вы отдадите новую мысль за круглым столом, еще раз подчеркиваю, я спрашиваю только у нее, а у всех. Значит, давайте так, 3-4 минуты, но не более. Договорились. Если честно, мы определимся, чтобы все люди понимали, какое наше регламенту вообще проведение. Значит, по регламенту мы определились, что мы работаем не более полутора-двух часов. Полчаса, вот с учетом того, что у нас уже вылетело. Давайте так. Я просто говорю, что в каждой середине числе я формулировала потрачу, что мы хотим. Вы ввели разговор в пиловом о 3-х часах. Вы, слушайте. Что мы можем за полтора часа сделать, если уже что-то... Вы... Это пустая утрата времени, это не на третики больше. Ну, можно масштаб за 6-ти часы. Во-первых, первое, первое, послушайте. Первое, давайте так, 3 часа. Здесь речь и в часах. Я просто боюсь, что не все вопросы сегодня могут... Не что, чтобы кого-то перебивать. Я просто думаю, что ряд вопросов, которые вы сегодня задаете, они требуют ответа. И не все сегодня могут получить ответ. Поэтому... Кто-то записывает. Секретарь, кто-то ведет. Да, проще воспринимается вопрос-ответ. Георгий Дмитриевич, у меня большая просьба. Вот у меня такое ощущение, что здесь изначально договорились искать вариант выхода с положения, а получается так. Здесь стенка одна, будет бить другую стенку. Это не лучший вариант. Вы абсолютно правильно сказали. Нам надо подойти к решению, как найти решение этого вопроса. А не просто задать вопрос, вот вы вот так решили, а какие есть другие предложения. Как лучше пойти. Вот это будет правильно. Ну, выслушаем. Вот поэтому мы определились по регламенту не более 4 минут и дадим полностью вам высказаться. А дальше, пожалуйста, все придерживайтесь по регламенту. Я могу продолжить? Пока, конечно. Так вот, мы остановились на том, что, по сути, то, что прописано в заглавиях программы, в разделах программы, не отвечает сути, потому что создание, как мы считаем, единой управляющей компании, то есть, по сути, создает монопольное положение. Дальше, мы не видим, в чем же развитие конкурентной среды. Дальше, в отношении все-таки жителей. Я так понимаю, что программа все-таки создавалась, ну, хотя бы, такая была цель, для защиты интересов все-таки потребителей, да, собственников квартир, которым должны предоставляться качественные услуги. Скажите, пожалуйста, я хотела бы услышать тоже ответ. Сколько договоров жителями было заключено? Это один момент. И второй момент. Здесь в программе идет речь об организации работы единой информационной системы обслуживания абонента. Эта система, я так понимаю, начала работать, потому что люди ежемесячно получают информационные листики. Так вот, скажите, пожалуйста, в соответствии с законом о защите персональных данных, на каком основании вы ведете такую информационную систему и собираете там персональные данные по жителям, не имея с ними договорных отношений. Я могла бы продолжить этот список. У нас сейчас подготовлена уже экспертиза данной программы, это, в принципе, и деятельность исполнителя. Но я думаю, это уже нужно выносить все-таки на общественное слушание, потому что информации очень много. Ну, я, правда, себя звала, что у нас не устраивает.